Всем привет! Вот у меня дошли руки до Звездного Таро Кетти Мэклиленд. Как я сказала, я их открываю, прежде чем высылать, потому что ничего не знаю, с чего наши братья могли не доложить. Немножко пробегусь чисто по старшим арканам. Вот дурак, бесстрастный путешественник, манифестатор, маг, верховная жрица, богиня луна, императрица, великая мать, император, властелин четырех-четверых, иерафант, духовный наставник, шестерка, на меня похожая, целительный союз, семерка, духовное понимание, победа духовного понимания, восьмерка, внутренняя правда, мужество, девятка, несущий свет, вот оно и на обложке, колоды, колесо фортуны, циклы жизни, внутренний баланс, одиннадцатая карта, восьмая и одиннадцатая, переставлены местами, двенадцатая под другим углом зрения, повешенные, смерть, перемены, большие, великие перемены, здесь алхимия жизни, умеренность, дьявол зависимости, неожиданное пробуждение по башне, путеводный свет вселенной, врата трансформации, луна, вот они, врата, радости, изменения, маленький человечек, воскрешение и танец жизни. Ну и по младшим арканам просто хочу показать их, потому что картинки очень красочные, не в обиду сказать примитивные, но очень красочные, да, и сами за себя говорящие, вот Маша и Медведи, видимо, художник большой поклонник Медведей, много они тут встречаются, так же, как и единороги, значения я почитала, практически те же самые, да не практически, те же самые, да, ну, картинки как-то более-менее все сглаживают, ну, тут вообще классика, да, девятка мечей, кстати, десятка так страшно не смотрится, участвовая радугу там сзади, вполне сносно, здесь есть принцы, рыцари, королевы и короли, но это в мечах, а дальше там будут уже принцессы, качество карт мне очень понравилось, но на них будут оставаться отпечатки ваших пальцев, это точно, поэтому я их вот аккуратно потрогала, потом обратно запакую, вот они опять мишки, вот, тут, кстати, пятерка жезлов не так дурно выглядит, вполне себе даже, подсолнухи, как символ жизни, солнышко, вот восьмерка жезлов, очень даже похоже на молниеносное сообщение, это жезлы, вот опечатка десятка жезлов, братья наши китайцы опечатались, а, тут тоже принц, ну, паш, паш, принц одно и то же, очень много животных на этих картинках, огненность жезлов была соблюдена, все-таки в оранжевых цветах, а вот кубки в основном здесь, лотос, цветок упоминается, почти на всех картах, тут вот девушки красивые, с цветами, венками, вот снова лотос, четверка кубков, ну, как бы грустно ни было, там радуга всегда где-то сзади есть, семерка чаш, кстати, не такая грустная на этой карте, в этой колоде, вот снова лотосы, везде голуби, птицы, вот счастливая карта, снова в рамке, вот принцесса, паш, ну, и здесь больше на девочку, да, указания, принцесса, рыцарь такой, кубков, королева, и король, люди, кстати, очень симпатично изображены, и последняя здесь пентакли у меня, мне кажется, тут много герметического еще намешано, примешано, ну, четверка пентакли, я бы и не догадалась, почему там должен быть лебедь, радужные цвета везде, семерка пентакли, очень красивая, прям урожай, урожай у нее, и снова радуга, девятка пентакли, очень красивая десятка, прям мне понравилась, такая прям семейная карта красивая, с ключиком там внизу, да, детками, вот опять принцесса, паш, рыцарь симпатичный, королева, и король, вот такая вот колода, надеюсь, вам понравилось, пока-пока!